Это известное полотно художника Сергея Иванова, в смутное время лагерь самозванца. Вражничающие казаки, разный сброд, беглые стрельцы и некий важный польский пан в белом, в центре картины. Добавим, что это не просто разбойничий лагерь, а это место, которое даже претендовало на звание столицы русского царства. Правда, недолго, всего пару лет. Это село Тушино, резиденция Лжедмитрия II, кандидата на древнемосковский трон. В 1605 году уже случилось такое, что натуральный самозванец, прозванный в будущем Лжедмитрием I, был коронован в Кремле. Себя он именовал чудом спавшимся царевичем Дмитрием, сыном Ивана Гроздова. В итоге, растригая Гришка Трепев, был раскрыт, убит. Однако слишком много людей желали продолжения этой авантюры. Особенно много среди пришлой польско-литовской шляхты. Современник эпохи Конрад Бусов передавал такой эпизод. Как-то откровенничал Ян Сапега, видный авантюрист. Мы, поляки, три года тому назад посадили на московский трон государя, который должен был называться Дмитрием, сыном тирана, несмотря на то, что он им не был. Теперь мы второй раз привели сюда государя и завоевали почти половину страны. И он должен и будет называться Дмитрием, даже если русские от этого сойдут с ума. Под рукой Сапеги уже был новоиспеченный царь Дмитрий. Кем был при рождении очередной этот Дмитрий, дело совсем туманное. Однако Лжедмитрий II оказался почти столь же успешен, как и его первый предшественник. В его лагере были также тысячи поляков, искателей легкой поживы, казаки, запутавшиеся русские дворяне. Весной 1608 года его армия разбила армию неудачливого царя Василия Шуйского. Москву штурмовать не решились, а вот взять в плотную осаду сил хватало. Свой лагерь лжедмитриевцы разбили в селе Тушино. Всего в 12 верстах от Белокаменной. Самозванец именовался пышным титулом. Царь всего великого княжества русского, государь богодарованный, богоизбранный, богохранимый, богом помазанный и вознесенный над всеми другими государями и прочее. Он фактически ограничил власть действующего царя Василия Кремлем. Сам же рассылал свои отряды по всей России, тут и там призывая города к присяге. Владимир, Псков, Твери, Ярославль, Ростов, Суздаль. Первые тушинцы селились в землянках, но вскоре обложили окрестные села специальной повинностью на срубы. И в Тушино вырос городок, который в Москве прозвали Воровским. Здесь появилась, как в настоящей столице, своя система приказов, государственных учреждений. Боярская дума, куда, правда, затесались казаки и крестьяне. Вскоре между Москвой и Тушино возникло странное равновесие. Две столицы, между которыми сновали так называемые перелеты, которые и у одного царя, и у другого выбивали милости и поместья. Историк Казимир Валишевский. Замечалось разделение внутри семей. Отец оставался в Москве. Сын переходил в Тушино, имея таким образом опору в обоих лагерях. Победав вместе, родные и друзья расставались. Одни отправлялись в Кремль, другие в соседнюю резиденцию вора. Исход этого безобразия был довольно неожиданным. Лжедмитрий II сам бежал в конце 1609 года из своей столицы. Так устал от пунуканий поляков, для которых он был всего лишь марионеткой. Как зафиксировал Василий Ключевский, презираемый и оскорбляемый своими польскими союзниками, царик в мужицком платье и на навозных санях едва ускользнул в Калугу из-под бдительного надзора, под каким его держали в Тушине. На самом деле, Лжедмитрий II еще не сказал своего последнего слова. Уже как противник поляков он организует новый поход на Москву. Правда, снова не доведя дело до конца. А уже в 1610 году его убьют его же приближенные. История так и не выяснит реального имени этого искателя московского трона.